Всем привет! Сегодня 15 мая, Московская область. Погода нас по-прежнему не радует. Днём плюс 12, но это если светит солнце. Ночью плюс 4, плюс 5. Каждый день идут дожди, ещё ветер. Я вчера ехала на работу на машине и по радио сказали, что такие жуткие ветра в Московской области будут до июля месяца. Давно не снимала теплицы, я всю рассаду, конечно, уже высадила, потому что занималась цветником, некогда было снимать. Читаю комментарии к моему видео про цветник. Спасибо вам большое, что пишете. Очень приятные комментарии. Ещё, как всему прочему, при создании цветника за 10 дней я ещё похудела на 3 кг. Вернулся мой вес в 55 кг. Я вообще довольная, как слон. Итак, это стеклянная теплица, она небольшая. Здесь одно механическое окно и два автоматических окна. Все стены я закрываю укрытым материалом номер 17. Это для того, чтобы держалось тепло, между прочим, очень хорошо помогает. И также, чтобы растения не горели от яркого весеннего солнца. Все перцы я высаживала 28 апреля, а огурцы я высаживаю по мере всходов. Буду теперь вам показывать. Перцы выглядят вполне прилично, рассада хорошая. По краю бордюра я высадила лук на зелень, очень хорошо всходит. Также пучками высадила базилик. У меня здесь базилик карамельный, лимонный и со вкусом, запахом корицы. В мягких контейнерах, по-моему, они на 16 литров. Я высадила низкорослые сорта горького перца по 2 штуки. Это мои семена. Они низкорослые, маленькие такие жгучие перчинки. Здесь самый первый огурец, высаженный здесь. Уже есть маленький такой огурчик. Это рассада кабачков и цукини. Хорошо тоже взошли. Огурцы высаживаю потихоньку. Как в сходе, так и высаживаю. Уже видите, в сходике и в семидолиха я прям в грядку сюда их и высаживаю. За счет огурцов хочу сказать, что не радует меня фирма Биотехника. Я высаживала огурцы. Это Артист F1 высадила. Но плохо сходили, потому что они просроченные 2018 года. Но все равно взошли. А вот два пакета от Биотехники. Вот такие сорта. Нет, это все-таки гибриды. Вот в одном было 12 штук. В этом 10 штук. И взошло буквально штук 6. Может, если взошло, то это хорошо. Схожесть, в общем, очень плохая. Здесь рассада тыквы всхожесть стопроцентная. Здесь три тыквы съедобные и одна тыква декоративная. Вот такие огурчики. Я прям в семидолях их сюда и высаживаю. Не высеваю сейчас огурцы прямым посевом, потому что они у меня куда-то деваются. Не знаю, или муравьи их растаскивают, семена, или кто-то их съедает в земле. Не знаю. Высадила пучком, рассадой, это лук на зелень многолетней. Здесь также огурчики. Вот они маленькие. Рассаду тыквы буду высаживать, когда сейчас холода пройдет. Тут как раз будет 3-4 настоящих листа. И в это время всю тыкву и высаживаю. Огуречная грядка у меня получается посередине и по бокам перца. Здесь также перцы высажены. Многие уже на бутончиках. Лук по бордюру. И все перцем засажено. Так, дальше у меня в 46-ти литровых мягких контейнерах высадила. Это гибрид баклажан Валентина. По 2 штуки высажено. Когда будет тепло, устанавливается погода, я эти мягкие контейнеры, конечно, вынесу на улицу. Будут расти в открытом грунте. Перцы тоже самое. Теплица освободится и будет намного свободней. Баклажаны я вам хочу показать, что уже вот на бутоне. Баклажаны высаживала намного больше. Всю остальную рассаду я продала. Потому что не хочу возиться, нет на это времени. А вот этих мне будет достаточно. Буду ухаживать хорошо и будет хороший урожай. Нам хватит. Так, что насчет посадки хочу рассказать вам. Секретов у меня особо нет. Сами грядки я закладываю, удобряю. С осени все делаю. Здесь земля, компост. И добавлен еще конский перепревший навоз. Все это с осени я закладываю. Земля здесь просто отличная. Проливаю бактерии миссияния номер один. И все грядки я закрываю черно-мокровным материалом. Все. Потом снимаю материал. Проливаю фитоспорином за несколько дней до высадки. Все. Вот такая подготовка у меня грядок. Затем перед высадкой рассады делаю лунку. Засыпала сюда почти пол-литра, но чуть меньше, биогумуса. У меня черви-старатели, вы знаете. И все. И делаю высадку. Все. Никаких у меня секретов. Ничего здесь я не придумываю. Все очень легко и быстро я здесь делаю. Затем в этом году в качестве мульчи я использовала это перепревшая конская подстилка. Обычно я всегда закрываю соломой, но в этом году именно в этой теплице я хотела попробовать эту подстилку. Ну, довольно-таки неплохо. Мульчирующий материал. Земля не сохнет. Сорняк, в принципе, не растет. Так по мелочи что-то. Я приготовила уже зеленое удобрение. Буквально через 2 дня я буду проливать все перцы и огурцы этим раствором. Здесь конский навоз, крапива. Все это настаивается примерно 5 дней. Потом беру пол-литра этого раствора, разбавляю в лейке 9-литровой и проливаю растение под корень. Все. Также в каждой теплице у меня стоит 200-литровая такая бочка. Я ее заполняю водой. Именно этой водой теплой я проливаю всю рассаду. Я это делаю, пока не установится теплая погода. Потом эту бочку убираю с теплицы. И здесь уже прямой полив из колодца холодной водой. Но пока рассада маленькая, пока она приживается, вот только теплая вода. Но еще что хорошо, что в течение дня вода в бочке нагревается теплая. И так как сейчас ночи холодные, она прекрасно отдает тепло ночью. Поэтому у меня в теплице довольно-таки тепло. Несмотря на то, что на улице плюс 4 градуса. Вот сейчас вышло солнышко. Буквально недавно шел просто ливень. И у меня в теплице 28 градусов сейчас. Нет, 28, да. Почти 30 градусов. Несколько дней назад, когда пришло похолодание, особенно ночные, я установила дуги. В основном это над баклажанами, над рассадой тыквы, над огурцами, кабачками. И накрываю на ночь укрытым материалом. Эта 60-ка просто набрасываю вечером, а утром я его снимаю. И теперь покажу вам еще томатную теплицу. Теплица под томатами у меня тоже стеклянная. Она уже побольше. Здесь 2 механических окна с торцов и 3 автоматических. Всегда открываю эти окна для создания сквозняка или открываю дверь, если нет дождя. Всю рассаду томатов я высаживала 29 апреля. Томаты практически все высокорослые и сортовые. Здесь нет у меня в этом году ни одного гибрида. В качестве мульчи использую солому. Именно у томатов всегда использую солому. Здесь всегда сухо и не растет сорняк. Это 2 очень важных правила, по крайней мере для меня. Сегодня же подвязала всю рассаду бечевкой натуральной. Для меня это удобно. Когда осенью идет уборка теплицы, я всю ботву вместе с этими нитями выбрасываю в компостную яму. Могу себе этого позволить, потому что томаты у меня здесь не болеют. Слава богу, ни разу не болели. А вот, между прочим, вот этот томат, он тот, который, помните, у меня сломался стебель. Я его поставила в воду, он дал корешки. Смотрите, какой замечательный. Сера сада уже прижилась довольно-таки неплохо. Вся зелененькая стоит. Также закрываю все стены укровным материалом номер 17 для тепла, какого-никакого, и чтобы не горела рассада. В основном все томаты уже на цвету. Есть, которые не цветут, но они уже на бутонах, по крайней мере. Я веду их в 2 стебля. Вот уже образуются. Специально я здесь ничего не выдумываю. Вот первая кисть, первый пасынок, это и есть второй стебель. Я его тоже потом подвязываю. Сейчас еще на одном томате покажу. Вот томат, первая кисть, и под кистью идет уже второй стебель. В один стебель я не веду, потому что не вижу в этом смысла. В две, если позволяет сорт, можно даже вести в три. Это томатики низкорослые. Это сорт утенок. Я их сажаю всегда в ноги. Он буквально 25 сантиметров в высоту. Очень быстро отдает урожай. Я его убираю, поэтому высокорослым томатам они вообще никак не мешаются. И все получается очень хорошо. Вот так же томатик, первая кисть, и пошел второй стебель. Так же ниточкой я его подвяжу, и все будет прекрасно. Так, насчет того, как я их высаживала. То же самое, как и перцы. Так как я минеральными удобрениями не пользуюсь, у меня есть червесторатели, которые производят биогумус. Точно так же делаю лунку, засыпаю туда почти пол-литра, но чуть меньше биогумуса, высаживаю и очень хорошо проливаю. После высадки я еще раз их проливала. То есть два раза уже я поливала просто водой. Вот она кисть какая хорошая. И вот второй стебель идет. Вот пасынков довольно-таки много. Я их уже оборвала вот. Пасынкую вовсю. Рассада приличная у меня. Высаживала не стоя, не ситя. Все вот как росли. Чуть-чуть заглубила. И все. Она у меня была не переросшая, замечательная. Вижу, что помидоры прижились. Так же, как и перцы, я сегодня поставлю зеленое удобрение, чтобы оно готовилось. И буду проливать зеленым удобрением в такой же пропорции, как и перцы. Так же, как и в той теплице, у меня стоит бочка. Эта бочка 200-литровая. И она у меня за раз уходит. То есть, чтобы пролить вот эту теплицу, 200 литров воды у меня уходит. Устаканится погода. Эту бочку я отсюда вынесу. Вот так выглядит у меня томатная теплица. В принципе, все хорошо. Мне все нравится. Вот они, низкорослые томаты. Они все на цвету. Они быстро-быстро сейчас завяжут плоды. И будут вкусные томаты. Всю лишнюю рассаду, вот до сих пор еще остался куст, я продала. Ничего не оставляла себе, ничего где-то не подсаживала, не засаживала. На улицу сажать не буду. Это ими нужно заниматься. Фитофтора у нас только так появляется. Все излишки, все продала. Оказывается, в этом году с ногами и с руками забирают рассаду. Честно вам скажу, прям как никогда люди покупают рассаду. Ну, тем более, если она такая хорошая. Вот самый маленький кустик у меня просто остался, это зеленоплодный. Все остальное прям разобрали у меня. Перцы, баклажаны, томаты. Вот сейчас у меня еще осталась рассада капусты. Тоже будут забирать, просят. Вот, я себе уже капусту всю высадила. Сегодня досажала цветную, брокколи. Сейчас вам покажу. Вот такая же грядка. Вот, видите, там цветная, брокколи у меня уже. Это возле теплицы, за теплицей сделана грядка. Белокочанную все уже высадила. Как раз у меня термометр. При открытой двери сейчас у меня здесь 26 градусов. Это у меня дверь открыта полностью, настижь. Ну вот, в принципе, хотела вам показать сегодня теплицы. Я желаю вам всего самого хорошего. И всем пока. Продолжение следует...